Всем большой привет! Снимаю влог. Остались мы с МИ одни. Мы взяли чикар-кабуха и чупся. Муж полетел в Польшу. Вчера его отвезли в аэропорт. А мы едем. Я еду купить себе куртку для беременных, чтобы была длинная и хватило до конца. Буду ее покупать в БУ. Затем еду купить себе обувь. Но уже не было в магазин. И для Мии, там Мия уже говорила. Мия, что мы тебе купим? Мы хотим купить чикар-кабуха и чупся. Она хотела конфеты и чупа-чупс. Поедем в специально такой магазин. Только со сладостями в центр города. Также заедем в наш дом, где идет ремонт. Посмотрим, есть ли у нас какие-то визы. И заберем посылки с Алиэкспресс. Потом сделаю отдельное видео, что я заказала для второго ребеночка с Алиэкспресс. Какие-то там гаджеты, одежда. И что рекомендую, а что нет. Так что едем. В магазине со сладостями. И Мия тут выбирает. Тут кстати рай для всех сладкоежек. Давай будем купить его. Пришли мы только по трех куклеток. Можешь только маленького купить. Договорились, отдали конфеты, взяли большой чупа-чуп, внутри которого маленький. Это называется «Ребенок насмотрелся Ютуба». Мы находимся в центре, вставали и пойдем покупать мне обувь. И я сейчас принесет вам игрушку, которую мы заказали на Алиэкспресс. Это что это? Яйка. Это вот яйца, члены в такой коробочке, как настоящие. Шесть штук, вот как вы видите. И три белых, три птилистых. И три... Да, вот она вам расскажет, что три не открываются, а три открываются. А, открой, покажи. И желток, так, желудка тут. Вот так они выглядят. Маленькие яички. Дерево. Запаха нет. Стоили, по-моему, 5-6 долларов этот набор. Пришло без трекинг-номера, просто закинули в почтовый ящик. Ну, я бы думала, что открываются все. Как бы не почитала, но в комментариях там написано, да, вот что. Только три открываются. Хотя, знаете, они, видите, никак не прикреплены. И, в принципе, тяжеловатенько ими играть. Если бы были вот какие-то подставки для яиц тоже детские, можно было как будто яйцо в смятку есть. Но Ми и нравится. Нравится тебе? Да. Подобащая? Подобащая. Да. И это с Алиэкспресс. Игрушка такая. А я чёрт? Такую куртку я купила. Обычная чёрная куртка. Самое главное, что она длинная. И у неё есть капюшон. И вот, видите, она на пуговицах. Здесь одна пуговица. И вторая пуговица. Так что, даже если живот уж совсем не будет влазить, будет такая, знаете, дырочка. Мия. И на поясочке. И за неё я заплатила 150 корон. В принципе, очень хорошее состояние. Денег было мне жалко. Вот такая Мия вредничает. В магазине. Ищем желатин. Покосим. Такой маленький. Это листовой, по-моему. Цены можно посмотреть. Горький шоколад. Возьмём. Будем сорт делать птичьи молоко. 10. Нет, это светлые. А вам нужны горькие. 50. Покосим. 50. Мия. И здесь 25 грамм. Киевская народная традиционная еда. Пицца грандиоза. На неё скидка. И вот она. Но мы её брать не будем. А Мия в сладости, конечно же. И стоит это 13,90 за 100 грамм. Нам нужно купить кофе. Серновое. Стоит 44,10. Ну там 250 грамм. Цены на сладости, вот. Викспо 16,40. Мой любимый баунти. Семёк. Баунти только рада. Я пробую тесто на бисквит. Решила испечь торт птичье молоко на бисквите. Очень люблю я птичье молоко. И мой муж тоже просто обожает. А Мия любит всё. И он сейчас в трассе. Вот недавно звонил, что в Дании находится. И едет в Хирсхальсе. Там будет ждать паром. И в 6 утра он будет здесь. То есть с каютой. Каюта достаточно дорогая, но очень тяжёлая трасса. Если выходить где-то ещё в Норвегии ночью и ехать ещё следующие 4 часа. Так что, если есть деньги, то желательно брать каюту. Каюта стоит самое дешёвое. И я делаю торт по рецепту Натальи Скрипниковой с сайта 6.7.info. Очень я давно знаю этот сайт. И очень много рецептов оттуда беру. И я, конечно же, ссылку вам оставлю. Вот мой бисквит спёкся. Я его полила морсом, чтобы он пропитался немножко. И сделала такую, знаете, импровизированную форму немножко выше. Потому что суфле получилось очень много. Я боюсь, что начнёт выливаться. Так что, на всякий случай, сделала вот такие бортики. И затем это всё вставляем в холодильник. И это будет застывать. И потом польём шоколадом. А здесь у нас белки отдельно взбиты. И желтки, по-моему, масло, молоко, желатин. Да, и, по-моему, немножко... А, ну и сахар, да, муки немножко. Муж уже позвонил, что в Дании ждёт свой паром. Так что за ним... А выехал он, по-моему, в 6 утра, да. И вот к восьми вечера он в Дании один ехал постоянно. Очень часто он делает такие трассы. Достаточно я была и... Да, пару раз ездила. Мне не нравится. Очень, очень тяжело для меня. Для меня. А мне идёт сейчас спать. Как я и думала, что слишком не влезет в суфле. И, видите, боком у меня немножко вылилось. Что-то я здесь прохалтурила. Здесь плохой забор построила. И теперь не дыша это поставлю в холодильник, чтобы дальше не лилось. Ну, уже, наверное, будет... Кривовато всё это застынет. Ну, да ладно. Посмотрим... Удастся мне потом отобрать этот... Как это называется? Алюминиевую бумагу. Не знаю, я забыла, как это на русском. По-польски это фолия. Вот такой получился торт у нас. У меня. Видите, уже сколько съели. Очень-очень вкусный. Посыпала ещё орешками пиньям. Так, как они были. Муж прилетел. Но сегодня понедельник приехал. А в среду опять улетает. Вот. Меня тащит в коробку. Привёз. Кто-то представитель фирмы Купец. Купец. В Польше. И привёз вот целую коробку кокосовых. Таких, знаете, печенья. Это, наверное... Печенья. Они такие... Они такие... Такая, знаете, как на перекус. Купец печенья. И они очень... Немножко только сладкие. Совсем-совсем. Кокосовые, овсяные. Так что будем целую коробку есть. Мой муж постоянно ему привезёт. То 10 килограмм мяса знакомых, то ещё чего-нибудь хорошо мне знакомых. Да, Мия? Да. А мы заканчиваем свой долгий влог на этом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok